Здравствуйте! В эфире телеканала Обнинск ТВ, программа «Власть». В студии для вас работает Ильхам Нигматуллин. Сегодня гость нашей программы депутат Государственной Думы Российской Федерации Геннадий Иванович Скляр. Геннадий Иванович, здравствуйте! Добрый день! Предлагаю подвести итоги ушедшего месяца, ноября. Самая актуальная тема. Совсем недавно вы прилетели из Узбекистана, где калужская делегация была с миссией. Первый вопрос. Какая была цель калужской миссии Узбекистана? Вообще, горячая осень завершается. Наши поездки на восток, это своеобразный поход калужской области, в те края. И я очень рад, что в эти дни наш губернатор был в Китае, в Вьетнаме, а мы были в Узбекистане. В Узбекистане речь идет об одном. Мы ищем новых партнеров, новых инвесторов и предлагаем свои проекты. Вот в Узбекистане главным было обсуждение вопросов развития ядерных технологий, строительства атомной станции в Узбекистане, развития медицинской радиологии, сельхозрадиологии, установление деловых контактов. И это была такая миссия деловая, политическая, физическая и вместе с тем очень культурная. Потому что там был владыка Климент, мы были в епархии ташкентской, узбекистанской и поддержали наших православных в Ташкенте. Ну, а в целом я могу сказать, что наши встречи показали, что Узбекистан наш надежный партнер завтра. Президент Академии наук Узбекистана, ученик нашего физика, выдающегося Блохинцева. И мы с ним обсуждали, как будем развивать не только взаимодействие в новых проектах, но и студенческие обмены, аспирантские обмены. И все к Обнинску привязано. И то, что мы в мэрии Ташкента подписали соглашение между двумя торгово-промышленными палатами Калужской области и торгово-промышленной палатой Ташкента, это тоже очень важный знак. То есть, нам нужно не уставать, искать новых партнеров, договариваться и как можно быстрее приступать к новым проектам. Вот цель наших поездок. Я убежден, что и миссия губернатора была тоже очень успешной, особенно в части и развития автомобилестроения, и в развитии сотрудничества в сельском хозяйстве. Во время поездки вы встретились с студентами ташкентского филиала МИФИ, пообщались с ними. Как они смотрят, ребята? Я принял участие в научно-практической конференции, выступал там. И все на русском языке. Я хочу еще раз сказать, что русский язык это наш главный двигатель в отношениях с теми государствами, в которых мы были в одном Советском Союзе. И это нельзя терять. Мы обсуждали в том числе строительство русских школ в Узбекистане. Ну а ребята, которые учатся в филиале МИФИ, они все ждут решения о строительстве атомной станции. Я думаю, что в ближайшее время мы уже узнаем о том, что проект начинается. И он в поле зрения между нашими президентами. И недавно президент Путин разговаривал с президентом Узбекистана. И я думаю, что строительство атомной станции там точно было темой номер один. Еще такой вопрос. Есть ли какие-то планы по расширению партнерских границ, что касается вот на восток, вот Узбекистана? Может быть Таджикистан? Может быть Киргизия? На самом деле атомная энергетика, а Россия лидер, станет завтра нашим главным проектом во всех ближайших странах. Больше того, мы договорились, что в Ташкенте в следующем году мы проведем международную конференцию, посвященную атомной энергетике, где соберем Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. И вот вся Центральная Азия, я надеюсь, я даже убежден, это завтра территория развития атомной энергетики. И большой, и малой. И территория развития ядерной медицины. И территория развития сельхозрадиологии. Мне президент Академии наук Узбекистана говорит, я говорю нашим узбекам на рынке. Почему ваша черешня до Москвы не долетает, а вы получаете тут мексиканские продукты? Потому что нам нужно осваивать технологии оздоровления всего продовольствия, которое мы создаем. Это очень хорошее замечание. Поэтому наш институт сельхозрадиологии Омнинской точно будет одним из главных действующих лиц. Вы сказали, что в это время губернатор Александр Шапша был в Китае. Какие изменения после поездки ждут Калужская область? Я думаю, что новости, которые прилетели сразу за его поездкой, то, что началась сборка первых китайских машин в Калуге. Я убежден, что это будет серийное производство. И что мы будем наращивать объемы. И все наши заводы автокластера заработают в полной объеме. Уже первые машины появились. В тестовом режиме уже заработали. Идет освоение технологических процессов. Потому что новую машину надо собрать заново, отладить всю технологию. Научить рабочих и специалистов. Это уже началось. Поэтому и легковые машины, и грузовики будут создаваться на Калужской земле. Китайских марок. Я думаю, да. Но это китайские марки, которые родились от сотрудничества Китая с европейскими концернами. Тоже Volkswagen. Но мы же видим сегодня, какие китайские автомобили на дорогах ездят. Конечно. Они освоили технологии европейских концернов. И теперь это китайские машины, которые приходят к нам сюда. Спасибо. Переходим к следующему вопросу. Геннадий Иванович, такой традиционный вопрос. Какие законы, законопроекты рассматривались или были приняты в ноябре? И что бы вы хотели выделить? Прежде всего, мы приняли федеральный бюджет. Окончательно. И теперь Калужская область имеет четкие ориентиры, сколько и как она получит из федерального бюджета. И я думаю, для нас, для всех очень интересна тема развития научно-технологических проектов. Триллионы, 370 миллиардов рублей в следующем году запланировано потратить на неокры. Такого не было никогда. И это новые серьезные возможности для всех наших обнических институтов. Я убежден в этом. И во всяком случае, встреча с вице-премьером Чернышенко показала, что настрой правительства здесь очень серьезен. Кстати, Чернышенко четко сказал, что наукограды, университетские кампусы, инновационные научно-технологические центры, они должны работать вместе с регионами и работать на регионы. Он предложил создать региональные программы научно-технологического развития. Но это все про нас. В Обнинске у нас и кампус, и МТЦ, и мы наукоград номер один. Поэтому вот эти решения правительства надо нам подхватить. И нужно, чтобы наши институты энергично сейчас переходили к обсуждению предложения своих проектов. И я думаю, что в ближайшее время мы будем обсуждать планы развития психозрадиологии, которая стала частью Курчатского центра. Кстати, в феврале в Узбекистане планируется открытие филиала Курчатского центра. То есть, атомщики приходят в Узбекистан. А это означает, что Обнинск будет иметь очень хорошие возможности для сотрудничества и развития своих планов. Кстати, я слышал, читал, что есть план по обмену студентами из Узбекистана. Да, опять же, вот, вернемся. Президент Академии наук, он мне предложил во время беседы. Кстати, я ему подарил ученого кота. Да. А он говорит, почему ученый кот? Я говорю, потому что вы ученый лев. Посмеялись, но он говорит, давайте мы возродим обмены студенческие, аспирантские, чтобы аспиранты Узбекистана могли приезжать в Обнинск и работать в обнинских институтах. Он говорит, я работал в Дубне, в Обниненном институте ядерных исследований. Аспирантом был самый молодой кандидат наук. Вот это все возродить. Вообще, еще раз хочу сказать, что советские люди там, в Узбекистане, это наши надежные очень друзья и партнеры. С особой теплотой вы рассказываете про Узбекистан. Ну, потому что, да, многие не знают, это ваша родина. Вы родились в Узбекистане. И вас, наверное, встречали с особой теплотой. Ну, конечно, они знают мою биографию, знают, что я родился на юге Узбекистана. Но я им рассказал, почему. Моя мама была спасена во время войны. В 1942 году эвакуировалась в Ташкент и работала на авиационном заводе. И я им сказал спасибо, ведь Узбеки, Ташкент спас десятки, сотни тысяч наших русских людей. И за это им всегда надо говорить спасибо. Но они всегда знают, кто прикоснулся и кто их друг. Вернемся к законопроектам. Вот один из них, Игорь Иванович, сегодня очень такой актуальный. Это законопроект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ. Наверное, как и никогда актуален. Но в приоритетном порядке будет рассмотрен в декабре. Почему сегодня это очень важно? Ну, повышается, да? Много было разговоров, но я хочу сказать, что мы, конечно, кроме бюджета, кроме серьезных переговоров, кстати, у нас побывала высокая делегация парламента Ирана, что очень тоже важно. Но я, может быть, в следующий раз расскажу поподробнее. Но мы принимали точные, очень важные законы. И то, что мы снимаем комиссию при платежах за ККХ, это точно будет. То, что мы усилили контроль за алименщиками, это точно будет. Вот такие точные шаги мы тоже рассматривали в ноябре. Еще важный закон о законе занятости. Да, мы приняли серьезный закон о занятости. И все-таки мы должны четкую систему иметь. Кто должен получать поддержку и как быстрее найти работу. И какие отношения должны быть между работодателем и человеком, кто приходит на работу. Вот это мы тоже урегулировали. И я хочу, в самом деле, отвечая на ваш вопрос, сказать, что мы занимаемся большими проектами, но одновременно не забываем маленькие точные шаги, которые волнуют людей. Кстати, один из вопросов, что горячо обсуждался, это гаджеты в классах, школьные законопроекты. Шума много, страхов много, скандалов много. Я сразу хочу сказать свою позицию. Вы знаете, дети и гаджеты завтра, это, в общем-то, так, как учебники, как обычные каналы связи. Надо учить культуре пользования. И я думаю, что мы придем к тому, когда учитель будет заходить в класс и сказать, ребята, ну что как, не забыли выключить? Ну-ка, быстренько выключили. Или не забыли на полочку положить? Быстренько положили. Как в театре происходит, да? То есть, не жесткий запрет, а регулярно. Нам нужно, да, нам нужно культуру развивать. Ну, понимаете, если мы говорим об электронных дневниках, если президент недавно говорил, что надо учить детей искусственному интеллекту, это означает, что эти устройства, они становятся неотъемлемой частью и учебного процесса. Просто надо учить культуре пользования с ними. При этом культуре, при которой учитель ее прививает, я случайно говорил, что не стучать кулаком, а вот так мне сказать, ребят, никто не забыл. И мы постепенно придем к тому, что в классе все будет так, как надо. Ну, не секрет, что во многих современных школах, библиотеках стоят комплексы для выхода в интернет, для работы. Конечно, конечно. Я был в одной из сельских школ недавно, и там класс для обучения детей жизни в интернете. С первого-второго класса в сельской школе. Поэтому я думаю, что это вопрос культуры, а не вопрос шума, запретов и скандалов. Что касается культуры, на днях в Госдуме с докладом о состоянии культуры в России в ходе реализации госкультурной политики выступил министр культуры Ольга Любимова. О чем говорил министр и что ждет культура в следующем году? Ну, во-первых, я думаю, я открою небольшой секрет. Памятник деду Ольге Любимовой стоит в селе Перемышль под Калугой. У нее калужские корни. И калужский характер, вот такой спокойный, уверенный, четко проявился в ее отчете, в том докладе, с которым она выступила. Безусловно, будет и дальше развиваться все, что связано с домами культуры, со школами искусств, музеями. То есть, реализация проекта культуры. Проекта культуры будет продолжаться. При этом, конечно, много делается, чтобы возродить культурную среду в Новороссии. Но меня очень порадовало то, что она сказала, что скоро мы увидим новые художественные фильмы о специальной военной операции. То есть, кино поворачивается к нашим сегодняшним реалиям. И вот эта уверенность Ольги Любимовой мне очень понравилась. И не случайно все фракции сказали, что это одна из лучших министров. И мы ее будем поддерживать. А я думаю, что культурная среда, Огненская, богатейшая наша культурная среда, будет все время получать поддержку и подпитку. В том числе, через те решения, которые будет принимать Министерство культуры. Ну, через те гранты. Кстати, я думаю, что мы приступим к проекту реконструкции Дома культуры ФИИ. Я знаю, есть очень интересный проект. Его надо так достроить, чтобы он стал современным. С тыльной стороны. Мне рассказывали об этом проекте. И я думаю, что надо нам постараться, чтобы он был реализован. В Дома культуры приходят работать специалисты, которые уже отучились, скажем, в школах искусств, в училищах. Ну, вот вопрос касается школ искусств. Не было ли обсуждения ремонта этих школ? Потому что некоторые, конечно, в таком состоянии, которое требует ремонта. Шаг за шагом. Конечно же, все наши дворцы искусств должны выглядеть уютно и современно. Не все сразу сделаем. Но я убежден, что линия на то, что культурное пространство России должно быть богатым, в хорошем таком, духовном смысле, и в материальном обеспечено, это уже понимается без исключения всеми. Еще один важный момент. В Госдуме с отчетом в ноябре выступила Эльвира Набиулина. Геннай Иванович, о чем говорил и министр, и глава Центробанка? Вот, немножко спутал. И что будет с инфляцией в следующем году? Ну, конечно, инфляция тема номер один. И я думаю, что мы увидим, что эффективность Центробанка все-таки сдерживает инфляцию. Но она очень серьезно говорила об использовании средств на развитие, на инвестиции. И мне эта позиция нравится. И то, что она очень остро поднимает проблему кадров для промышленности. Она говорит, конечно, у нас есть деньги. Но большинство руководителей крупных предприятий говорит, у нас не хватает инженеров, не хватает рабочих. И это серьезная проблема. И мне нравится, что руководитель Центробанка об этом говорит. И это еще будет серьезно обсуждаться. Вся проблема, связанная с обеспечением промышленных предприятий, квалифицированными и рабочими, и инженерами. Кстати, 27 ноября на встрече с комитетами Госдумы, то есть комитет по науке, комитет по промышленности и комитет по контролю, состоялось серьезное обсуждение, на котором была поставлена задача создания региональных программ научно-технологического развития. Наверняка обменности сыграет тоже особую роль в этом направлении. Это впервые озвучено Дмитрием Чернышенко. И это правильное решение. Оно учитывает тот опыт, который уже накоплен. Нужно, чтобы было софинансирование. Вот тот триллион с лишним федеральный, если он будет дополняться какими-то средствами из региональных бюджетов, под конкретные проекты, конкретных наших институтов, и обминских, и калужских, это будет более эффективное использование средств. И вот этот его посыл, что давайте создавайте региональные программы, на мой взгляд, очень интересен, очень важен. И мы, конечно, его подхватим. Геннадий Иванович, что связывает Обминский и Белоярскую АЭС? Я бы сказал, сегодня она связывает радостное событие. Потому что жители города Заречного, где стоит Белоярка, проголосовали за строительство нового блока БН-1200. А научный руководитель всех этих блоков – это ФИИ. Это означает, что наше детище развивается, и мы теперь уже будем работать над новым, очень большим проектом, который будет потом входить и в экспортную составляющую корпорации. Мы такие блоки в дальнейшем будем предлагать и другим странам. Так что радостные такие чувства объединяет Обминский, Белоярка, Обминский, город Заречный. По традиции в конце года везде подводят итоги. И в конце года по традиции пройдет съезд партии «Единая Россия». Геннадий Иванович, как проходят съезды и когда он пройдет в этом году? 17 декабря в Москве будет съезд. И я думаю, что главное, что произойдет на съезде – это обсуждение предстоящих президентских выборов. Они будут весной, если еще года, несмотря на то, что страны находятся в непростом положении. Но требования Конституции будут соблюдены. Это первое. И второе. Конечно, я убежден, что наш лидер, президент Путин, получит снова поддержку. И мы видим, как он работает сегодня. Более того, я вижу, даже применить на Коминску, что атомная тема у него все время на столе. Поэтому, вот, меня называют атомным депутатом, да, я позволю себе немного спустить, сказать, что наш президент – это атомный президент. По энергетике и по четкому пониманию, где Россия лидер и где мы должны и дальше продвигать вперед наши достижения, для того, чтобы в мире Россию считали в самом деле мощным и современным государством. Ну и последний вопрос, Геннадий Иванович, наступил декабрь, такой очень активный, насыщенный месяц. Как планируете его провести, работать на местах, в районы выезжать, с кем-то планируются встречи, может быть? Декабрь посвящен очень плотной парламентской работе. Нам надо закрыть законодательные шаги, довести до конечного результата, которые обозначены. Все-таки законы принимаются первым, вторым и третьим чтениям, и все это процедура не одного дня. Поэтому мы будем очень плотно работать, завершая парламентский год, и я надеюсь, что я вам потом расскажу, что получилось в итоге. Мы планируем встречу в конце года, для того, чтобы вы нам об этом рассказали, а также подведем итоги уходящего года. Спасибо за то, что сегодня были с нами, Геннадий Иванович. А напомню, что гостем нашей программы сегодня был депутат Государственной Думы Российской Федерации Геннадий Иванович Скляр. Смотрите нас каждый вторник и четверг на телеканале Олдинск ТВ. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин